По дороге в районный центр Акимобласти заехал в село имени Хамейта Иргалива, где ведется капитальный ремонт подъездной дороги. Ее протяженность всего один километр, но востребованность поистине неоценимая. Дорога здесь давно не ремонтировалась, поэтому от имени жителей я хочу сказать слова благодарности за то, что нашли средства и построили нам новую дорогу. У нас кроме этого прокладывается водопровод и проводит газ, и мы всему этому очень рады. Работа по улучшению инфраструктуры ведется в Исатайском районе по графику. Ремонтируются подъездные пути к селу Нжанвай и Исатай. А вот в районном центре эти работы уже на стадии завершения. Благоустроены все центральные улицы Акистал. Вскоре ремонтная работа начнется в селе Тушакудок. Запланировано обновление около 8 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В этом населенном пункте Акимобласти ознакомился с ходом расширения внутреннего водопровода. В рамках программы «Питьевая вода» ведется строительство водовода от Нейстралики и Гачмандешлаг до села Жанвай протяженностью 14 километров. Проблема обеспечения чистой водой решается также в населенных пунктах Денидин и Сатайна-Рын. Глава региона побывал также в районной поликлинике, которая была сдана в эксплуатацию в прошлом году. Здесь работают 24 врача, 46 работников среднего медицинского звена. Лечебное учреждение оснащено современным оборудованием и оказывает 16 видов услуг. Районная власть успешно решает вопрос нехватки медицинских кадров. Ожидается приезд двух молодых специалистов. Всего же из Сатайского района в медицинских вузах учатся 7 человек. В ходе общения с медиками Бергей Раскалиев отметил, что здоровье человека – это главный приоритет государственной политики. И на нужды здравоохранения всегда будут выделяться необходимые средства. Село должно быть развитым, и в этих целях делается очень многое. Посмотрите, какое современное здание мы построили. Проводим дома газ, воду, планируем водопроводные линии проложить даже в самых отдаленных населенных пунктах. Конечно, в одночасье решить все проблемы невозможно, но здоровье человека – это самое главное. Поэтому сфера здравоохранения будет всегда в центре внимания. Я работаю здесь с 2005 года. В прошлом году получила жилье. Очень горжусь тем, что работаю в таком современном лечебном учреждении. Хочу заверить, что приложу силы и усилий для того, чтобы наши пациенты выздоравливали и уходили отсюда с восстановленным здоровьем. Развивается в районе малый и средний бизнес. Ждут своей реализации новые бизнес-проекты по выпуску хлебной продукции, переработке рыбы, мини-птицефабрики, а также созданию откормочной площадки. Хорошим спросом пользуется продукция мясного цеха, где выпускает сразу несколько наименований продукции. О развитии агропромышленного сектора говорил Акимобласти на встрече с жителями. Пришедшие к руководителю региона люди задавались не частными вопросами, а общего характера. К примеру, главу крестьянского хозяйства Шиктебай Беркалиба беспокоит то, что многие предприниматели не могут получить кредит. В том числе и он сам. На задуманную им мини-птицефабрику необходимо 5 миллионов тенге. Однако предложенный залог банк признал неликвидным. Жительница села Акистов Балзира Губашева попросила, чтобы питьевую воду провели в новые микрорайоны районного центра. Здесь Акимобласти сделал замечание руководителю району по поводу того, что жилые дома построены хаотично, без учета имеющейся коммуникации. Надо было земельные участки выдавать там, где поблизости имеются инженерные коммуникации. А у вас, я смотрю, дома построены даже в отдалении, а чтобы туда провести воду, газ и электричество, нужны большие средства. Итоги развития Сатайского района за первый квартал текущего года были подведены на активе. В бюджет района было дополнительно взыскано около 10 миллионов налогов. С начала года в основной капитал было привлечено более 2 миллиардов тенге. Аким районом Бахберген Карабаев остановился на некоторых социально-экономических показателях. В частности, безработица в районе ниже, чем среднеобластной показатель. Однако это не должно служить поводом для спокойствия, заметил Аким области, указав и на ряд других задач, которые нужно решить в ближайшее время. Это не индерские коммуникации районы, где нет производства. У вас есть нефтяные компании, поэтому безработицу нужно сводить к нулю. 93% населения области обеспечены питьевой водой. Где-то строятся водопроводы, а в местах, где они пока отсутствуют, обеспечивают водовозами. Этот вопрос у нас будет скоро снят с повестки дня. Мы работаем над этим. Нужно развивать малый и средний бизнес. Только что выступающие говорили о том, насколько выросло число предпринимателей. Но вот каков объем продукции, выпущенной на их предприятиях, об этом сказано не было. Нужен конечный результат, а для этого должна быть реальная работа. Продовольственная безопасность – вопрос, стоящий на контроле районной власти. С главами крестьянских хозяйств и частными предпринимателями заключен меморандум о стабильной ценовой политике. Есть поддержка в сфере культуры. В этом году на 5,5 миллионов тенге было закуплено музыкальное и звуковое оборудование. А впереди – празднование 220-летия Исатая Тайманова. После актива Акимобласти осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Напомню, что в прошлом году вместе с Фоком в пользу не был введен и стадион. Общей площадью более 6000 квадратных метров. В этом году запланировано строительство спортивных площадок в пяти школах. Нурберген Макомендир Стугану для Каблугумару службы новости Исатайский район. Продолжение следует... Болошақ Майгазы Кимиясы Кешейнің негізгі шекзаты болып табылады. Жобалық күні 4 миллиард 300 миллион ақыш долдырын құрайтын бұл жоба бел қолғалынады. Ал оның жүзегі асыруда мұндаған атыралық жұмыс пен қамтылады дейді олыс башысы. Елі бастап тұрмасы бойынша, Майхимекешейнің құрылысы байыл басталысы, оның дайдам жұмс қауырын саттеп есіптеп отырмыз. Қытты шоуының сағал қысынды басқару атырам Майгазы таласын дамуы басқа салалардың өркендеуіне даққал етіп отыр. Бизнес картасы 2020 бағдарламасы бойынша, бұлтыр жалпы қыны 2 млрд 9 млн тенгенің құрайтын 27 жоба дүзегі асты. Олардың ішінде ауыл шаруашығын анылған бағдарламаларда бар. Атырау обылысы бұғандайын тұтынатын азық түліктің 50%-ын сұрттан тасымалдап келді. Енді жергілді шаруалаға қолда өрсетіліп, мал басын көбейтіп, ет үстінің өндерін өндір өдеп астын азар қолдарлады дейді обылыс әкімі. Ол үшін барлы жақтайды саймыз. Басқа олысында елді мекендерден мал сатып алып, фермаларды салып берейінде отырмыз. Тек тағыда қателап айтан осын нақтайын алысатыны кәсіп көрлер керек. Ауданыңыз шында да елі пайыз етті басқа олысында алып отыр. Бұйлығы жылы үлкен программы жасалып, олыс бойынша ауылдық жердегі шаруа-шаруалықтарына үлкен әкшелер бөліні бәтір. 5 жылдық ға 6%-пен біз өзіміз 30 миллион әкшелер алып мал бұрдақылағын деп атымыз. Осыған байланысты келес жылдары, мысалы олысымызды етпен, көгіністіпен қамтамасын толқ мүмкіндігі бұлады деп ешеттеймі. Жыында шағын қалыларды дамыту облыстағы аптокөлік жолдарын жаңғырту, ауысты бағдалымасын жалғастыру, тұрғын емен келешегі жоқ ауылдары орталыққа көшіру секілді мәселелерді айтылды. Сондаяқ берге ұсқалейп тұрғындарын сауылдарына жоуап берді. Бұл ғыжылы мұндаган атыраулы қайта дайырлы курстарына өтіп, еңбегінарғынан өзіңдарын табады. Жені екізді астам ауылы азаматы шағын еселергі еулад. Жені олар теканы егін өсірп, мал бағу меніміз, енді қалға қызметкізетін ұрталықтар көбіетін бұлад. Жені әзекіп тұрғындарың өзіп, аз жағын еселергі ешелергі ең егін өтіп жәнеэш өтіп. Жене, өзірп. Өсіп ұрталықтарын әзімді үмегі Құзметкізетінгізетін ӧтіп. Арустан Беккеже. Объем промышленей продукции, произведенной в регионе в первой половине года, превысил 2 триллиона тенге. Это 27% всей промышленей продукции, выпущенной в стране. За полгода в регион привлечено 486 миллиардов инвестиций. За короткий срок в области реализован 21 инвестиционный проект на 82 миллиарда тенге. В результате создано 2200 новых рабочих мест. И это не предел. В этом году в карту индустриализации будут внесены 6 новых проектов на 35 миллиардов тенге. Огромный объем работы ведется по программе «Дорожная карта бизнеса-2020», где уже одобрено 30 проектов на 3 миллиарда 400 миллионов тенге. И еще на 40 проектов область запросила у правительства дополнительное финансирование. Заметно позитивные изменения и в сельском хозяйстве. Только за полгода селяне произвели продукции почти на 14 миллиардов тенге. Это на 4 миллиарда тенге больше, чем было в январе-июне прошлого года. Результат – область практически обеспечивает внутренние потребности в овощной продукции. Меняется и жизнь села. В нашем районе построен мост через реку Урал, о котором мы мечтали многие десятилетия. В дома пришел природный газ. Все населенные пункты обеспечены качественной питьевой водой. Отремонтирована дорога до областного центра. Такие же перемены происходят и в других районах нашей области. По словам Акима, особое внимание уделяется развитию малого бизнеса, в том числе и на селе. В этом году объем средств, выделяемых на микрокредиты, вырос до 400 миллионов тенге. Выделяются кредиты под 6% годовых. На них идет строительство пекарен, парикмахерских, небольших теплиц, станций обслуживания автомобилей. Люди не только сами получают работу, но и создают новые рабочие места. Продолжается развитие в сфере здравоохранения, образования, детского дошкольного воспитания. В первом полугодии в Атырау построено 3 новых детсада. До конца года будут сданы еще 4 и 13 реконструируют, что позволит охватить дошкольным образованием дополнительно 2000 малышей. Завершится строительство школы на 634 места, а также областной инфекционной больницы. В одном из новых микрорайонов Атырау начнется возведение поликлиники. Виктор Сутягин, Тимирлан Сутунгазиев, агентство Хабар, Атравовская область.